В селе с масломасляным названием Петрокаменское, ибо известно, что Петр это и есть камень, в час пополудни, то есть посредь бела дня, на улице Ленина приключился удивительный для наших широт замес, в котором стукнулись три болида и все три, прикиньте, отечественные, УАЗ и два ВАЗа. Особую патриотическую патриотичность в это ДТП привнес тот факт, что УАЗ вообще был патриот. Декорация такая, русский бездорожник ульяновской породы катился по Ленина, а известно, что Ульянов это и есть, Ленин, и вдруг в какой-то момент УАЗик стал плавно стекать влево, навстречку, как будто его пилота посетил инфаркт или инсульт, но точно нет. Это был неболезненный приступ, потому что после замеса 53-летний пилот патриота с 29-летним стажем и двумя нарушениями ПДД за крайний год вышел из болида вполне себе здоровенький и схватился за голову от произошедшего. А произошло то, что обычно и происходит, когда тяжелая бездорожная машина вываливается на чужую. Это как шальная пуля, это как девиз «Наш дом рандом». В общем, кто не спрятался, не виноватая я, он сам пришел. Естественным образом УАЗ стал собирать все, что подвернулось под руку. Одному подорожнику повезло, он успел проскочить без последствий, а вот ехавшие за ним вазы превратились в идиоматические разбитые вазы, которые не склеишь. Первой под удар судьбы и патриота попала белая длиннобазная Нива 2131, пилотируемая 50-летним рулевым. Ее уазик цепанул шорком. Погрузился еще глубже во встречку и в водительскую дверь забодал зеленую с узорами десятку, за рулем которой сидел 19-летний пацан Александр, родом из соседнего села Первомайского. Он возвращался домой после учебы в техникуме и волею небес именно он принял на себя удар рандомной судьбы. Про десяточника известно, что права он получил в прошлом году, да впрочем в этом замесе солидный опыт ему вряд ли бы помог. У него за юными плечами не было ни одного нарушения ПДД, но косяки в его пилотской биографии все же были. Во-первых, он катался без обязательного САГО. Во-вторых, он пилотировал расписную десятку на основании договора купли-продажи, однако по истечении 10-дневного срока так и не удосужился зарегистрировать болид в установленном порядке. Известно, что пилоты Патриота и Нивы были трезвы. Состояние десяточника определили только в первой горбольнице Нижнего Тагила, куда он попал в тяжелом состоянии с закрытой ЧМТ, ушибом мозга и переломом височной кости. Вы, конечно, спросите, а почему, собственно, Патриот выкатился на чужую? О, это, пожалуй, главный вопрос в этой драме. И ответ на него мог бы дать сам 53-летний виновник замеса, но он признался гаишникам, что момент удара не помнит. Ну, типа, память отшибла. А в интерсети добрые люди накидали ему вариантов либо заснул, либо в телефоне залип. В общем, отвлекся от дороги. И будьте любезны, как с добрым утром. Есть от чего за голову схватиться. А все потому, что автомобиль – это не роскошь, а источник повышенной опасности.